Детские площадки в Ирбите – неисчерпаемый источник радости для одних и проблем для других горожан. Причем ситуации такие зачастую бывают связаны друг с другом, особенно в случаях, когда эксплуатация установленного оборудования ведет к его поломке. Детская площадка на бульваре Победы пользуется спросом у ирбичан. Центр города, большое число многоквартирных домов вокруг. Неудивительно, что дети и подростки здесь играют почти постоянно. Вот только, к сожалению, зачастую игры эти приводят к поломке установленного оборудования. 19 июля мы открыли детскую площадку после гарантийного ремонта. И буквально 23 июля, это во вторник вечера, подростками был оторван игровой комплекс. Эта качалка вырвана, можно сказать, с мясом. Днем здесь две качалки было. Вечером мы пришли здесь, народу было много, детей много и подросткового возраста, и маленьких. Ну да, обидно было, дети не покачались. При этом сколько усилий необходимо приложить, чтобы сломать пружину толщиной в палец взрослого человека не очень понятно. Но, по словам очевидцев, в последнем качался на лошадке достаточно крупный подросток. Хотя в инструкции по эксплуатации указано, вес ребенка на ней не должен превышать 40 килограммов. Администрации подано заявление в полицию, будет проходить расследование. На бульваре Победы есть видеокамеры, где это все зафиксировано. Ну и, наверное, будем предъявлять расходы родителям этих подростков. Стоит отметить, что это далеко не единственное повреждение оборудования и на этой детской площадке, и на других. Причем во многих случаях следы явно указывают на то, что кто-то специально старался оторвать, испортить, сломать. Построили мы общественные территории, никто ничего не бережет. Разрисованы у нас скамейки, все лавки разрисованы, туалеты, например, тот же сиреневый сквер, МБУ благоустройства, там предоставлена туалетная бумага. Вся эта туалетная бумага ежедневно засовывается в унитаз, получается засор канализационной сети, и благоустройству приходится еженедельно чистить канализационные колодцы. Понятно, что все выявленные неисправности, по крайней мере, где это возможно. Работники городских коммунальных предприятий стараются устранять как можно быстрее. Но даже у них руки опускаются, когда результат их работы уничтожается кем-то сознательно или на потеху буквально через пару дней.